МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время спорта на ОТВ в студии Мария Подъепольская. Отгремел салют по случаю дня города Одинцова, отшумели праздничные события и наступили трудовые будни. Сегодня мы познакомимся с тренерами детско-юношеской спортивной школы Одинцова и узнаем, что такое спортивный детский сад. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортшкола Одинцова продолжает набор учащихся. Для желающих постигать спортивные дисциплины открытое отделение хоккея, фигурного катания, настольного тенниса, бадминтона. Просмотр поступающих уже ведется. В новом учебном году предусмотрены более 400 бюджетных мест в хоккее и около 200 в фигурном катании на коньках. Одинцовскую ледовую арену ежегодно штурмуют десятки новичков, которые делают свои первые шаги на льду. Фигурное катание на коньках – одно из самых популярных отделений не только среди детей, но и родителей. Престижный, красивый и олимпийский этот вид спорта обеспечивает хорошую физическую подготовку в любом возрасте. 1 и 2 сентября у нас закончилось уже тестирование деток спортивно-оздоровительной группы. Я могу сказать, что популярность фигурного катания в городе Одинцово растет с каждым годом. У нас все больше и больше детей проходит на просмотры. И все больше и больше родителей хотят своих детей отдавать фигурное катание, потому что понимают, что это красота, здоровье, веселье, счастье для ребенка. Здесь созданы действительно хорошие условия для того, чтобы юные одинцовцы могли заниматься этим чудесным видом спорта. Также у нас есть еще группа оздоровительной направленности. Собственно говоря, не секрет, что на сегодняшний день в нашей стране все больше и больше проблемных детей. Это наша общая беда и наша задача, и задача спортивных школ, безусловно, принимать участие в оздоровительной программе. Поэтому я считаю, что это направление одно из наиболее важных направлений на сегодняшний день оздоровления детей. Потому что одно дело работать со здоровым ребенком, не давать здоровому ребенку больше возможностей в жизни, другое дело поднимать на ноги деток, которые с теми или иными отклонениями. Я могу сказать, что это направление пользуется огромной популярностью среди одинцовцев. И если мы планировали набрать в этом году 90 детей, сейчас мы уже думаем, не расширить ли нам ледовые ресурсы для того, чтобы сказать «да» всем желающим. Потому что на сегодняшний день уже на это направление записалось порядка 150 человек, хотя можем мы на сегодняшний день взять лишь 90. Но мы будем решать эту проблему, будем думать, что с этим делать. Может быть, будет возможно привлечь какие-то дополнительные ледовые ресурсы. Залог успеха любого спортивного дела – тренерский состав. В спортшколе Одинцова с фигуристами работает профессиональная команда, которая выводит подопечных на соревнования различного уровня. В отделении занимаются 18 разновозрастных групп. В новом учебном году идет набор детей 2010-2011 годов рождения. Каждый тренер смотрит какие-то для него более приоритетные качества. Важно внимание, когда ребенок сконцентрированно впитывает информацию, которую ему дают. Прыжок очень важен, гибкость. Все, конечно, это проверяет. Скажите, на первом этапе, когда вы только впервые видите ребенка, первое занятие, вы уже можете для себя отметить, что да, у этой девочки или у этого мальчика хорошее будущее в фигурном катании или нет? Ну, конечно, да, но все равно это ничего не значит абсолютно. Бывают детей, которые где-то невнимательные, кто-то отвлекся или балуется, а все равно потом это перерастает, вырастает и все приходит с возрастом. Особенно у мальчиков такое часто бывает. Наставник, спортсмен и родитель. Эти три звена, по мнению тренера Ирины Смирновой, приводят к весомому результату. Спорт высших достижений требует полной отдачи не только от фигуристов, но и его семьи. Я свою дочь привела в Ледовый дворец наш, ей было 4 года. Ну, было, конечно, немножко сложно, потому что детишки маленькие, еще они недостаточно организованы. Им сложно, потому что все-таки прохладно на льду, и время какое-то определенное, они могли бы поиграть, а все-таки они там начинают заниматься спортом. Ну, вот сейчас в данный момент мы катаемся 9-й год. И я очень благодарна нашему директору, нашим тренерам, что они учат наших детей, в общем-то, быть целеустремленными, дисциплинированными, здоровыми в первую очередь, потому что, проводя время, ну, на площадке, конечно, тоже хорошо поиграть, там у компьютера посидеть, но в основном дети, которые занимаются спортом, которые трудятся много, они немножечко другие. Я хочу, конечно, отобраться на России, потому что это последний мой шанс по младшему возрасту. Мой основной тренер – это Тимошенко Дарья Антоновна. Я очень благодарен за то, что складывают в меня столько усилий. Также я работаю с хореографами, с Натальей Игоревной и с Андреем Николаевичем. Тоже они мне очень помогают, спасибо им всем большое. А твои планы на сезон предстоящие какие? Ну, хочу показать, чему я научился в этом сезоне. Набрался больше сил и хочу, как минимум, попадать в тройку на чемпиаде России. Это спортсмены уже достаточно серьезного уровня. Эти спортсмены принимают участие в чемпионатах страны по своему возрасту, по своей возрастной категории. Занимают призовые места. Это члены сборной команды Московской области. И если говорить в целом о уровне нашей работы, то в стенах этого дворца спорта были подготовлены чемпионы Европы по спортивным танцам на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин. И именно в этих стенах они впервые завоевали это здание. Звание дали, они уехали у нас в Америку усовершенствовать свое мастерство с Натальей Леничук и Геннадием Карпаносом. Но, тем не менее, мы можем похвастаться, что в этих стенах мы вырастили спортсменов такого уровня. Также наши спортсмены, это отделение танцев на льду в нашей секции, завоевывали очень много званий чемпионов мира среди юниоров. У нас три пары могли похвастаться этим званием. Кто-то был призерами, кто-то чемпионами. Также на уровне, допустим, если говорим о Московской области, то наша секция является лучшей секцией, и я бы сказала, даже не только секцией, собственно говоря, соревнуемся мы сейчас с школами и с клубами, лучшей структурой, которая занимается фигурным катанием, развитием этого замечательного вида в Московской области. Неоднократно наши спортсмены выигрывали командные первенства Московской области, выигрывали спартакиады среди школьников Московской области. Так что результат у нас достаточно высокий. Еще один зимний вид спорта, который пользуется необычайной популярностью – хоккей. Следуя славным советским традициям, опираясь на тенденции мирового хоккея, тренеры отделения ведут работу по воспитанию будущих чемпионов. В сентябре начали, значит, производить набор мальчики 2010 года, младшие. Ну, также, в общем-то, открыты мы для общения с более возрастными группами, потому что не будем никому отказывать. Взято направление целей и задачи, в общем-то, по углову угла – это спортивные задачи. Хотим создать сильную структуру хоккейную в районе, конкурентоспособную. В перспективе хотим создать молодежную команду, как было несколько лет назад. Это будет вершина нашей школы, куда будут стремиться наши перспективные ребята. Это, в общем-то, одно из условий – удержать их здесь. Хотим заявиться на следующий год в молодежную хоккейную лигу. Ну, а в этом году, в предстоящие выходные начинаем чемпионат. Обновился тренерский состав школы. Так что я надеюсь, что пришли опытные тренеры, которые повысят и качество работы, и на льду, и вне льда. Это, в общем-то, в перспективе создания сильной школы. Своими успехами продолжают радовать одинцовские бадминтонисты. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Одинцова успели отличиться в специальном турнире на открытии бадминтонного комплекса в Казани. Соревнование проводилось в преддверии чемпионата Европы. Надо отметить, что в арсаге бадминтон делают достаточно уверенные. В конце августа наши дети до 13 лет участвовали в официальном турнире в Казани на открытии так называемого бадминтонного комплекса, в котором будет проводиться чемпионат Европы. Мальчики Ланин и Пересецкий, они третий в паре. За нами также ученик Барвихинской школы Андрей Антропов. Он в паре с одним из москвичей занял первое место. То есть на пьедестале почета находились трое детей, которые у нас занимаются. Притом занимаются они с самого начала у нас. Девчонки хотя и заработали при живых мест, а девчонки это возраст 2004-2005 годов рождений, они тоже все кто в 8, кто в 16 это демонстрируют. Ну очень хороший уровень, так сильно. Мне часто задают вопросы, что бадминтон это ерунда и все прочее. Но когда турнир начинается с задачей попасть в 64, а потом в 32, в 16, а тем более в 8, ну это надо попробовать кому-нибудь, а потом сделать вывод. В отделении по бадминтону занимается свыше 700 человек. Попробовать себя в этом виде спорта можно с 7 лет, а иногда и с 6. Впереди у бадминтонистов поездка в Челябинск. Такая система, что всего таких турниров 10. И каждый, кто готов выступать на высоком уровне, он знает, в каких турнирах он участвует. Мы такую систему уже давно отработали, что те ребята, которые, ну можно предположить, что немножко послабее на фоне других, они участвуют в турнирах так называемых двухзвездочных, где как бы уровень немножко ниже, чем в турнирах высшей категории, трехзвездочных. И они себя более комфортно чувствуют, себя более уверенно. Есть возможность получить не только грамоту, но и какой-то приз. Поэтому, наверное, преподаватели достаточно у нас люди умные и дальновидные, все разбито, кто где участвует, кто участвует на уровне в области, кто во всероссийских турнирах, кто пробует себя просто в этом зале. Еще одно яркое открытие нового учебного года – футбол для малышей. При поддержке Одинцовской футбольной федерации юных жителей города и района учат виртуозному владению мячом уже с трех лет. Инициаторы проекта Евгений Сорокин вместе с коллегой по тренерскому цеху Антоном Шинкаренко. Точного ответа на вопрос, с какого возраста можно и нужно заниматься футболом, не существует. В этот вид спорта можно прийти в 4 года и стать отличным дантистом. А можно и с 9 лет планировать выход на мировой спортивный уровень. Одинцовские тренеры Евгений Сорокин и Антон Шинкаренко так далеко вперед и не заглядывают, а просто учат малышей играть в футбол. На футбольном поле совсем малыши, самые маленькие футболисты, которым едва исполнилось 4-5 лет. А что это за такой уникальный проект? Этот проект родился от идеи создать маленький футбольный детский садик здесь у нас, в нашем городе. И вот мы его интересно начали реализовывать, начали набирать совсем малышей, взяли интересную методику у англичан, у английских клубов, которые работают с детьми от 3 до 5 лет. Там все делается в игровой форме, в интересной и детям очень интересно это все преподносится. То есть они не стоят ни минутки, ни секунды, им это все нравится и они очень сильно начинают прибавлять. Вообще, в принципе, откуда пошел этот опыт, я могу сказать, что у нас в России как-то не принято с такими маленькими детьми заниматься футболом. Но на Западе, например, в той же самой Бразилии, на пляжах Копа Кабана детишки играют с 3 лет. Поэтому вот отсюда есть определенный результат, скажем так. То есть там они начинают работу с мячом чуть ли не с самого младенчества. Уже когда они вырастают, им становится больше порядка 14-15 лет, они на голову выше своих сверстников, которые такими маленькими не занимались футболом. И поэтому мы решили здесь у нас, так сказать, готовить смену для будущих наших Одинцовских российских футболистов. Футбол для малышей появился в Одинцово полтора года назад. Сегодня на поле и новички, и те ребята, которые тренируются уже второй год. Несмотря на юный возраст, футболисты стараются выполнять все команды тренера. Не упустить, не пропустить и обязательно забить. У нас в группе порядка 40 человек, но ходят не все, потому что кто-то болеет, кто-то уезжает. Ну, 30-25 человек постоянно. Это наш клуб, это детский футбольный клуб при Федерации футбола Одинцовского района Московской области и футбольного клуба Одинцова. И также немалую поддержку, помощь оказывает МБУС Одинцовский спортивный центр, является директором частяков Владимир Викторович. Большое спасибо за поля, отличные условия, делает все возможное, содействует как мячами, экипировкой, так и добрым словом, советом, тоже спортсмен. Возраст у нас, значит, самый старший, кого мы набираем, это 2007, самый младший, это 2011, порой 12. Если ребенок рослый, физически развит, он может уже и в этом возрасте, да, у него, может быть, нет еще понимания такого футбола, но желание большое, носится, как угорелый. В две минутки убежал к маме, попил, вернулся, у него еще полчаса спокойно он бегает. Вот, мы, ребят, не нагружаем каких-то сверхъестественных упражнений, не даем просто общее развитие, значит, любовь к футболу, правила игры, чтобы с самого детства ребенок занимался спортом номер один, ему нравился этот спорт. По сравнению с тем годом, хочу заметить, огромное прибавление, если в том году мы начинали, у нас было 15 человек, и мы считали это очень много, как бы радовались этому, то сейчас, особенно в конец августа, отпуска заканчиваются, и родители, бабушки, в основном дедушки, папы, мамы очень заинтересованы, потому что понимают, что это командный вид спорта, что интересно это, потому что, сами знаете, что дети постоянно гоняют мяч дома в любом возрасте. И родители, и близкие приводят их, они занимаются, это у нас большие поля, мы работаем не только в залах, мы работаем на всех сооружениях спортивных, хотим показать, что в городе не только есть с искусственным покрытием поля, но также есть с натуральным, есть небольшие коробочки, мы участвуем также в различных турнирах, ездим на выезды. К нам приходят новые, постоянно новые дети, иногда приходится работать абсолютно, извините, такое выражение, сырым материалом, да, если так можно сказать, но сразу заинтересовываешь, видишь то, что ребенку нравится, сразу заодно видишь то, насколько ребенок более способен, например, к тому же самому футболу, либо как бы ему нужно заниматься чем-то другим. Но я могу сказать то, что есть определенный костяк, который уже достаточно долго у нас занимается, ребята очень серьезно прибавили вообще в своих возможностях, многие очень радуют, молодцы, несмотря на то, что наша возрастная группа, начиная вот так вот, вдумайтесь, 12-й год, 12-й, 11-й, 10-й, 9-й год рождения ребятишки. Да, иногда мы хотим к маме, иногда хотим писать, иногда плачем, иногда убегаем, но со временем привыкаем и нам становится весело, радостно, и мы играем, побеждаем, становимся лучше. Я так понимаю, что обязательно родители присутствуют на тренировках? Не обязательно родитель, может быть представитель, скажем так, старший брат или сестра, родной человек, либо представитель, чтобы где-то напоить ребенка, где-то ему помочь переодеться. Это же маленькие дети, вы понимаете, что где-то подул ветерок, он заболел, за ними глаз да глаз, а одному не справишься никогда. Тренировский состав – это я и мой коллега Шинкаренко Антон Геннадьевич. То есть пока мы вдвоем, мы друг друга страхуем, потому что одному не справишься с 40 детьми, это просто жизненно необходимо, когда друг друга подстраховываешь, где-то кто-то убежал, он помог, увидел. Мы работаем в связке уже очень давно. Если ребенок, несмотря на то, что он еще маленький, но у него неплохо начинает получаться работать с мячом, где-то обыгрывать, отдавать хорошие передачи, то мы его сразу переводим, можно сказать, в более группу спортивного совершенствования, где он уже на более серьезном уровне начинает работать непосредственно над улучшением своих навыков. А ребята, те, кто, например, даже бывает и постарше, но они не хотят включаться пока в серьезную работу, они будут заниматься с малышами. То есть у нас по умению. Если кто-то загорел звездочкой, мы сразу даем ей возможность, так сказать, развиваться. Почему мы охватываем именно с 2007 по 2012 год, эти малыши, они еще могут заниматься вместе, но когда уже становятся старше, там именно один год, один тренер. Это ведется, они участвуют на чемпионате Московской области, сейчас наша школа идет на первом месте в клубном зачете Одинцовская. Мы можем выйти из высшей лиги в премьер-лигу. То есть это достаточно хороший уровень и подспорье для ребят, чтобы заниматься, чтобы обыгрывать сверстников своих. Но там уже пойдет серьезная работа, это начиная на данный момент самый младший возрастной год, который играет командой, это 2005. То есть все, что меньше, можно, в принципе, объединять и смотреть, сделать, так сказать, отбор, селекцию. Кто-то пойдет постарше, ребята пойдут, там, некоторые есть помладше, усилят постарше, там, на год. Это, в принципе, в таком возрасте как бы еще не видно, то, что он младше, но у него есть такое желание, и он может помочь даже старшим. Набор открыт, он открыт круглый год. Летом мы занимаемся на стадионах, которые нам предоставляют НБУС и спортивный центр. Это центральный стадион и улица Вокзальная, 39. А зимой мы занимаемся в зале Искра. То есть у нас круглый год идет подготовка. Летом на центральном стадионе зимой в зале. Тренировочный год не зависит от погодных условий. Работа есть работа. Каникулы позади. Для трехлетних футболистов все только начинается. Это было время спорта. Интересуйтесь спортом, занимайтесь спортом и следите за спортивными событиями города Одинцова и Одинцовского района вместе с ОТВ. Продолжение следует...